В эфире область правды. Здравствуйте! И как и прежде в нашей студии сегодня политики, общественные деятели и обычные жители. Мы поговорим об одной из очень важных тем. Это тема образования. Каждого из своих гостей я представлю по ходу беседы. Почему образование и почему сегодня, наверное, возникла эта тема? Конечно, в связи с коронавирусом в этом году очень пришлось резко подстроиться этой сфере под новое веяние. Это дистанционное образование. И с этого мы и начнем наш разговор. И первый свой вопрос я хочу задать Юрию Радацу. И сначала давайте увидим визитку нашего гостя. Юрий Радац – общественный деятель, преподаватель. Говорит, что образование не должно восприниматься как услуга, и ему нужно вернуть статус народного. Итак, Юрий, а вот в визитке не прозвучало, но я знаю, что вы пишете диссертацию. Все верно? Да. И как раз она посвящена теме образования? Тема моей диссертации – это народное образование в России, постсоветский период, проблемы и перспективы. Ну вот как раз проблемы и перспективы – это то, о чем мы и хотим поговорить сегодня в нашей программе. А вот дистанционка, с чего я и начала собственно программу – это проблема или перспектива? Вы знаете, Яна, в большей степени, наверное, это сегодня проблема. Потому что в национальном проекте образования было сказано о том, что необходимо создать цифровую образовательную среду, внедрять новые технологии. Я не отрицаю тот факт, что сегодня, да, мы уже в 21 веке, и от этого мы никуда не уйдем. Но проблема в том, что сама система не до конца готова. Потому что если брать, допустим, школьное образование, да, и вот ситуация, как вы сказали, с коронавирусом, она показала, что вроде бы включились в дистанционную работу, но в то же время программы никто не менял. То есть те же программы, которые были очно, по тем же программам продолжали дальше по преподаванию. Плюс ко всему, не все предметы возможно переводить в дистанционный формат. Это второй момент. Третий момент – как сама система реализована. Ладно, если, допустим, используют там те же Zoom-технологии, хотя к ним тоже много вопросов, а зачастую много случаев, у меня много коллег во многих регионах, где я общаюсь, как делается, вся система строится. Выложили где-то там в текстовом виде задание, там, не знаю, 10 параграфов проработать, потом сделать какое-то, выполнить задание – мы теряем качество образования. И самая главная претензия к дистанционному образованию, это мое личное мнение, это то, что мы теряем индивидуальность самих детей, детей, студентов. Юрий, я поняла вашу позицию, предлагаю перейти к следующему нашему гостю, это Игорь Викторович Чипыгин, и сейчас давайте посмотрим ваше представление, вашу визитку. Игорь Чипыгин, преподаватель ИГУ, кандидат исторических наук, председатель правкома преподавателей классического университета. Игорь Викторович, ну вот услышали, вы все-таки со стороны больше, да, преподавательства, если мы про Юрия могли сказать, что он сейчас может быть где-то вроде как и преподает, и тем не менее еще со стадии учащегося может смотреть, вы уже вот полноценный преподаватель. Скажите, вот все ли ваши коллеги и вы лично были готовы вот к этой дистанционке? И вот Юрий уже упомянул про вот эту систему Zoom, ну и так я понимаю, что много еще всяких разных вариантов. Ну вот это надо быть, наверное, ну по большей части на ты с интернетом, чтобы вот раз так резко и сказать, что да, я готов, и вот я пошел преподавать в интернете. Так ли это или нет, вот для вас как? Безусловно, Юрий вот обозначил некоторые моменты уже, да, вот плюсов и минусов этой системы, так называемой дистанционной, да. На самом деле, действительно, эта вещь, по большому счету, ее можно рассматривать как бы с двух сторон, да. То есть, безусловно, есть и сторонники, и плюсы этой системы, но я постараюсь как бы вкратце их назвать. Во-первых, действительно, и с этим трудно поспорить, дистанционное обучение открывает возможность обучаться тем респондентам, да, тем студентам, которые удалены от каких-то научно-культурных центров. Ну, даже взять вот наш Иркутск, например, я уже не говорю о столичных там или о каких-то иностранных, да, скажем так, учебных заведениях. Это раз. Они, конечно, эти формы дистанционного обучения дают возможность обучаться тем категориям лиц, например, у которых есть какие-то физические ограничения для, скажем так, ну нормального полноценного посещения учебного заведения. То есть, как бы это два, да. Третье, безусловно, некоторые вузы выигрывают ведением и поддержкой дистанционной формы обучения вот этой вот массовостью студенческой, да. Ну, я не беру во внимание наш Иркутский государственный университет, классический, представителем которого я являюсь, да, и в котором я работаю уже 15 лет. Нам хватает студентов, у нас сейчас порядка 15 тысяч студентов при почти тысячном коллективе преподавателей. Но, тем не менее, для какого-то вуза это вот решающий момент, массовость образования, да, так называемая. То есть, это вот, пожалуй, ну и может быть, это, конечно, не такая, может быть, большая и важная, скажем так, особенность. Тем не менее, вот это вот дистанционное обучение кого-то из тех пытливых и самостоятельных умов, да, молодежных, скажем так, она дисциплинирует. То есть, есть люди, склонные к самоорганизации, для которых может быть интересно, важно, и для них это правильно, выстраивать самому вот свой, скажем так, курс образования. То есть, где-то что-то почитать больше, где-то меньше, в какое-то определенное время засесть там за компьютер, за учебник, да, сконтактировать с преподавателем и т.д. и т.п. То есть, безусловно, как бы плюсы этой системы есть. Но, вот Юрий правильно назвал, во-первых, действительно мы теряем индивидуальность нашего студента. Во-вторых, студент, особенно если мы будем говорить о студентах первого курса, он теряет так называемую социализацию университетскую, да, то есть он не знакомится с азами вуза, то есть, ну, нельзя дистанционно познакомиться с университетом, с преподавателями, скажем так, да, нельзя, скажем так, влиться вот в эту студенческую среду с ее, безусловными, какими-то интересными возможностями студенту, нельзя вжиться вот в эту роль студента без, вот, действительно, такого тактильного, настоящего, будем говорить, контакта с, и с преподавательской кафедрой, да, с преподавательской аудиторией, со студенческой аудиторией. То есть он, помимо того, что студент учится, да, скажем так, по каким-то курсам, да, по каким-то лекциям в процессе семинарских, там, лабораторных занятий, он не может вживую вот этот вот курс, ну, по крайней мере, на первом курсе это однозначно точно пройти, и тем самым, ну, я тут повторю, может быть, слова некоторых наших преподавателей, мы живо обсуждаем, как бы, эти моменты, эти вопросы в своей среде. То есть мы же, наши студенты учатся не только у нас, они учатся друг у друга, то есть вот человек выступает на конференции, выступает он с докладом, то есть вот это, пожалуй, вот самые главные минусы этой системы, то есть человек не может выполнять вот эти вот условия. Игорь Викторович, я услышала и вашу теперь позицию, но я все-таки предлагаю, чтобы у нас началось такое более активное обсуждение друг с другом этой темы, поэтому у нас есть в студии представитель власти, и это Михаил Викторович Щапов, депутат Госдумы, и я хочу, чтобы мы сейчас услышали его визитку, там, краткая позиция на всю тему в целом, и потом дальше продолжим обсуждение. Михаил Щапов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, знает, как прекратить отток студентов из области. Михаил Викторович, ну вы тут заявили немного еще другую тему, мы тоже к ней вернемся, но вот сейчас то, что говорили наши гости, вот эта вот дистанционка, как к ней все-таки относиться, и, ну вот действительно, то, что я вот первое спросила, это перспектива, или вот по правильному пути пошли? Понятно, что, может быть, и не было другого пути, вот как ваше мнение на этот счет? Ну, конечно, в данном случае это была вынужденная мера, связанная с эпидемиологической ситуацией, но если говорить в целом о перспективах, и надо ли переходить в целом на дистанционку, то, конечно, я против. И много звучало уже аргументов, и я готов присоединиться особенно к тому аргументу, что, безусловно, учеба в школе, да, части и в университете, это же не только получение знаний, это еще большой пласт других полезных вещей, которые в Советском Союзе, они прямо были узаконены, да, что там человек не только учится в школе, но и воспитывается, учится общаться с коллективом, учится общаться с друг другом. Мы все знаем, годы учебы в университете для нас, для многих из нас это лучшие годы. Ну, и там вот друзей действительно заводят, а потом через всю жизнь они проходят, и те люди. Самая счастливая пора, на самом деле. Действительно, университетские школьные друзья зачастую остаются друзьями на всю жизнь. И, конечно, неправильно наших детей этого лишать, потому что голые знания, их сейчас действительно можно получить, из разных источников. И, на мой взгляд, школа – это… в школе не главное получение знаний, а главное как раз другое. Но это то, что касается вот такой нематериальной сферы, а то, что касается материальной, безусловно, и в этом плане переход на дистанционку, мы сейчас к нему не готовы. Уже прозвучало с точки зрения технических средств, Zoom или другие средства, они не были готовы. Но с чем мы сталкивались, в том качестве примера, можно сказать, что, допустим, многодетные семьи, у них просто в моменте нет столько гаджетов, чтобы всем детям, которых много в семье, чтобы они одновременно могли заниматься каждый, потому что, как правило, это один или два гаджета на всю семью, а нужно одновременно или делать уроки, или заниматься преподавателем, это физически. И опять же, наверное, не стоит забывать про школы, например, в селах, в деревнях, где в принципе интернета нет, не то что гаджетов. Зачастую. Если он есть, то он такой, что по нему видеосвязь установить невозможно. Поэтому, конечно, говорить о такой полноценном переходе на дистанционное обучение сейчас и преждевременно, и нецелесообразно возможно. Безусловно, есть у этого и потенциал, действительно, для некоторых случаев, для некоторых таких моментов, когда другим способом невозможно человеку получить образование. Или вследствие того, что он ограничен в передвижении, или отдаленность территории. Этими возможностями нужно пользоваться, но переходить на полную, конечно, не надо. — Михаил Викторович, а еще хочу вот какую тему затронуть. А сейчас как-то обсуждается, ну вот на федеральном уже уровне, с вашей точки зрения, то, о чем вы можете говорить и знать. Например, про вторую волну сейчас много говорят. — Ну, если с точки зрения обывательского представления, то, конечно, если нам будет что-то с вами угрожать, то, безусловно, эпидемиологи будут требовать, чтобы мы меньше контактировали с другом. И если говорить об обучении, то, скорее всего, они будут настаивать на дистанционной форме. — В январе месяце, когда вот говорили по поводу цифровой среды, на уровне правительства проходила информация, что необходимо создать единую платформу. Правильно Михаил Викторович сейчас сказал. Мы уже прошли, скажем так, первую волну, как говорится, первый удар получили. На сегодняшний момент кто пользуется Zoom, кто Я-классом, кто еще? Единой платформы до сих пор нет. Я согласен с Михаилом Викторовичем, что в данной ситуации говорить о том, чтобы полностью перейти на дистанционку, мы не можем, потому что мы потеряем окончательно нашу образовательную систему. — Действительно, вот Михаил Викторович сейчас сказал, Юрий тоже, да. На самом деле мы сейчас вот на сегодняшний день преподаватели университета, вот на сегодняшний день я нахожусь в отпуске, да, то есть мы выходим в конце августа. На сегодня вот у нас нет каких-то точных приказов или указаний, да, как мы начнем свой учебный год. Единственное, что нам вот доступно, была рассылка от нашей администрации ВУЗа. От 29 июля 2020 года были приняты очередные рекомендации за подписью главного санитарного врача, не помню сейчас ее фамилии, где есть ряд всевозможных таких вот, скажем так, заморочек, да, при которых будет в случае, вернее, соблюдения вот этих вот норм, да, и различных положений вот этого документа возможно полноценное очное, скажем так, обучение. То есть там и возраст преподавателей старше 65 лет, которые однозначно должны в дистанционке только работать. Ну, на сегодняшний день в университете немалое количество таких преподавателей. Я сам работаю на историческом факультете и могу сказать, что, ну, если не половина, то близкая к тому цифра... Ну, то есть они все равно тогда уходят на дистанционку даже если, да? Нет, у нас есть статистику по России. Ну, что в принципе. У нас большая проблема среди педагогов, то, что у нас 60-70% уже за пенсионный возраст. Это проблема, я думаю, всего, вот в том числе и высшего образования нашего. Да, вот этот дефицит кадров, это тоже как бы известная проблема. В принципе, я думаю, что это не только в сфере высшего образования, но и среднеспециального, да и школьного наверняка. Поэтому я вот доскажу, мы как бы нацелены на то, чтобы выйти с 1 сентября в очном режиме, да? Но как это будет на самом деле? Ну, и мы сами хотим на самом деле выйти, потому что мы уже устали, скажем так, от этой дистанционки. Я и мои коллеги говорили, да, что очень много на самом деле минусов в этом формате обучения. И нельзя все-таки дистанционку использовать как постоянный и основной формат обучения. Да, университет был готов к дистанционке, да, ну, с какими-то, может быть, недочетами. И мы, я считаю, ВУЗ выдержали вот этот вот действительно удар такой вот. Ну, я иначе не назову, действительно, это удар вот этой вот пандемии, да, инфекции. Но, тем не менее, в постоянном режиме работать очень сложно. И я считаю, что это стратегически будет неправильно для уровня образования, в целом, для состояния наших специалистов, нашей науки, будущей. Ну, и дети, мне кажется, тоже устали. Дети тоже хотят уже... Хотят увидеть друг друга и преподавателей тоже. Кстати, вот читаешь комментарии, что, может быть, даже дети больше, чем преподаватели, хотят вернуться к старой системе. Здесь же есть такой опасный момент. Если там дети... Сейчас-то они еще пока хотят, а если какое-то время еще посидят, то уже будут бояться, да, или, ну, или просто уже привыкнут быть один на один с интернетом, без социума. Хотя, мне кажется, это и так проблема вот нынешней молодежи, которая любит вот так вот сидеть. Поэтому это очень такая опасная тоже вещь. Если это продлится достаточно долго, то мы потом можем столкнуться с проблемой, наоборот, снова их вводить в коллективы и социализировать. Мы проверку боем, я считаю, прошли, ну, по крайней мере, наша система образования, но дальше экспериментировать... Затягивать, случай не затягивать. Пятерку ставить в преждевременной системе. Это будет сложно, действительно, вот, Михаил Викторович, прав для всех, то есть и для родителей, и для детей, и для педагогов в том числе. Ну, мы дальше еще тоже и про родителей тоже обсудим, услышим уже непосредственно мнение родителя насчет дистанционки. А сейчас я хочу сказать, что к нашей беседе присоединится еще один человек, но будет это по скайпу. Сейчас мы услышим сначала представление нашего гостя, давайте посмотрим. Любовь Пронина, эксперт в области образования. 20 лет работала директором школы и более 10 лет курировала образование в муниципальных органах власти. Я отчасти согласна со многими сказанными здесь аргументами, но хотела бы вот и от своих коллег услышать, а ранее ведь мы эту форму образования использовали, и мне хотелось бы знать, вот, высшим образованием, какая доля была ранее отводилась дистанционному образованию и какая очному образованию, потому что это ведь не новая форма, мы давно ей пользуемся. И учителя в школах пользуются этой формой, и поэтому я бы не сказала, что сегодня мы сильно перепуганы и боимся этой системы. Дело не в этом, а дело в том, что нужно оптимальное сочетание дистанционных форм обучения и очных форм обучения. Ничто сегодня, естественно, не заменит живого общения с учителем, потому что очное обучение – это обучение глаза в глаза. И как раз глаза много говорят, и с одной стороны, и с другой. Но, тем не менее, дети сегодня находятся в сети, это их естественная среда. Мы не можем с этим бороться, потому что мир развивается так, и наша задача – попробовать прийти к ним в их естественную среду. И поэтому, когда в общем образовании затевалась тема электронного, смешанного, дистанционного образования, как раз это был один из основных аргументов – прийти в ту среду, в которой детям комфортно. Но еще раз хотела бы подчеркнуть, что здесь должно быть оптимальное сочетание. И вот это оптимальное сочетание дает как раз технологии смешанного обучения, когда есть и офлайн, и онлайн, и существуют разработанные программы, технологии уроков, занятий. Учителя в Иркутской области, надо сказать, с ней знакомы. Я это ответственно хочу сказать. Во многих муниципалитетах уже, наверное, года 3-4 назад начали активно внедрять технологии смешанного обучения. И внедряются они у нас в Иркутской области достаточно успешно. И сегодня в разных муниципалитетах был разной степени стресс, так скажем, при введении дистанционного обучения в связи с тем, насколько готово было педагогическое сообщество в том или ином муниципалитете. Но я думаю, что учебный год начнется очно, но все равно даже не в случае пандемии ничего плохого нет в том, чтобы развивать вот это смешанное обучение и осваивать учителям эту сферу. И, во-первых, это мотивация, во-вторых, это не только во время пандемии можно использовать. Здесь уже коллеги правильно говорили, что есть разные ситуации, когда дети находятся на сборах, дети находятся в отпусках с родителями, и из любого места дети могут включаться в образовательный процесс. Более того, они могут выбрать время образования, то время, которое им удобно. Более того, для учителей тоже вот те исследования, которые проводились в общем образовании, для учителей, которые этим занимались, тоже есть плюсы. Я вас немножко прерву. Вы вот тут вот тоже уже затронули тему и высшего, в том числе образования. Я хочу уже, чтобы мы перешли всецело к этому, потому что если до этого у нас там еще возникали какие-то моменты, там и школьное образование, и другие формы, и в целом про дистанционку мы говорили. И я вот о чем хочу сказать. Каждый седьмой человек в Иркутске — это студент. То есть вот это был вузовский город, настолько вузовский. И вот тоже хочу затронуть эту тему вот как сейчас. То есть у нас в последнее время, ну вот ни для кого не секрет, что высшую школу, ну так действительно потряхивает. Ну сейчас вроде как ситуация начала выравниваться тоже. Вот хочу, чтобы вы со своих точек зрения это все сказали. Но перед этим у нас есть опрос. Наш корреспондент вышел на улицу и задал молодым людям такой вопрос. Хотят ли они уехать после обучения из Иркутска, либо они хотят остаться. Поэтому я сейчас предлагаю послушать и потом все оценить. Если на учебу, то я бы планировал куда-то уехать. Потому что как бы в других городах и получше какие-то университеты. А вот на постоянное проживание мне, в принципе, вполне себе и тут комфортно. То есть город хороший, что бы в нем и до старости не прожить. Я до конца жизни тут остаюсь. Мне все здесь нравится. Замечательный город. А больше всего что нравится? Работа. У меня просто есть работа хорошая, которая мне нравится. Поэтому я здесь и никуда не планирую никуда ехать. Вот. А других причин нет. Ну, если была возможность, конечно бы уехала. Но я не так давно приехала. В Монголии 6 лет жила. Поэтому с самого начала, как сюда приехала, конечно бы я хотела уехать. Почему? Ну, наверное, чуть-чуть на маленькую деревню это все похоже. А хочется каких-то масштабов. Но лучше, чем в Монголии-то? Нет. Монголию я люблю. Монголию. Люди другие. Уезжать куда-нибудь подальше, потому что здесь нет никаких перспектив. Ну, планирую здесь остаться на учебу пока что. А после учебы? После учебы? Ну, в армию здесь останусь тоже. Уехать. Потому что в нашем городе меньше возможностей. На самом деле я планирую остаться в городе и стать мэром этого города. Я русь к власти, у меня есть стремление и своя цель. Возможно уехать. Почему? Потому что фиговая страна. Мы действительно не выбирали ответы абсолютно никак. Вот как они звучали, так и без всякого монтажа, без всего. Игорь Викторович, ну вот хочу начать с вас данной теме. Вот среди ваших студентов, вот как-то может быть отмечали это для себя. Многие ли остаются или вот все-таки они, может, приходя уже на первый курс, сразу говорят, что мы вот уедем? Спасибо, Иоанн, за вопрос. Но я бы хотел вот ответить еще на вопрос Любови Афанасьевны, который она задала. И, ну, она частично сама ответила, как бы, в своем обращении на вопрос относительно, когда вот эта дистанционка появилась. Раньше я хотел сказать, что у нас на многих факультетах, в том числе и на нашем, было заочное обучение, да, так называемое, его можно назвать корреспондентское обучение. Когда люди выполняли задания, там могли как-то почтой, там или на сессию приезжали, как бы эти задания вываливали на проверку, да, ну, образно говоря, вываливали. А именно вот дистанционное обучение в рамках уже законодательства, да, оно началось, но гораздо позже, наверное, годом 98-м, если вот мне не изменяет память, там один из, по-моему, приказов Минобра тогда вышел. Ну, и продолжилось, безусловно, уже в 2000-х годах. И все это связано, действительно, вот с процессом информатизации, компьютеризации, да, и возможностью вот в режиме онлайн вот этого вот общения. Поэтому это вот отвечая на ее вопрос, ну, а второе, относительно наших студентов, вузы города Иркутска, в том числе и наш, это действительно сегодня, ну, не назовешь их, скажем так, только городскими вузами, да, на самом деле к нам едет учиться и вся Иркутская область, то есть наша провинция, силой которой жив русский народ и жива наша страна, это, безусловно, так. И иностранные студенты. У нас вот в госуниверситете было на период стыкать, ну, на 19-й год точно, да, это раз. Ну, и действительно, тот вот отток, я сейчас не назову его большим, возможно, есть какие-то социологические исследования, к сожалению, мне вот они недоступны, я как бы не знаком. Но года два назад информация была об оттоке, ну, процентов 15, наверное, студентов, по крайней мере, мы разговаривали вот с одним из наших экономистов, социологов, Виктором Петровичем Чебуниным, буквально на прошлой неделе общались. Я не считаю, что на сегодняшний день вот наше высшее образование региона, ну, так уж и лихорадит, да, то есть действительно были моменты, скажем так, в 2014 году, когда мы присоединяли бывший пединститут ВСГАО, да, тогда Академия образования Восточно-Сибирская. В 2016 году к нам структурно вошел и был образован институт филологии, медиакоммуникации. На сегодняшний день у нас избран ректор нашим коллективом, я считаю, что, по крайней мере, в госуниверситете ситуация стабилизировалась, она спокойная. Относительно других вузов мы тоже видим, что взять, например, Байкальский государственный университет, на сегодняшний день там новое руководство, да, официальное, легитимное. И я думаю, там тоже со временем ситуация наладится. Но относительно все-таки студентов, которые, вернее, выпускников, которые уезжают там или не уезжают из Иркутска, к сожалению, нет на сегодняшний день государственного распределения, да, такого вот обязательного, необязательного. То есть здесь вот каждый вуз вот эти вот вопросы как бы решает сам. Более, скажем так, как бы его назвать, такой порядочный вуз, он, конечно же, ну, например, наш университет, он старается отслеживать судьбу своих выпускников. У нас есть ассоциация выпускников. Мы стараемся, по крайней мере, на уровнях факультетов, это точно такая работа ведется, учитывать своих выпускников, где они работают, как они работают, в течение какого времени они устроились по специальности. Я немножко с вами не соглашусь в том плане, что вот я помню времена, когда у нас был, была Академия образования, то есть педагогический вуз был отдельно, у нас был Институт иностранных языков, да. Это все сказалось, я считаю, в более в негативном плане, то, что в Иркутске больше нету этих вузов. И количество, как говорится, на количестве студентов, и все-таки хорошо, да, то, что вот хотели вообще отдать филиал Москвы, ИНИАС, ну, хоть он при госуниверситете, но это все равно уже не то. Он у нас, два вуза, которые славились, да, вы хорошо затронули тему нархоза, я сам в нархозе закончил магистратуру, даст бог получится аспирантуру закончить. Да, вот сейчас ситуация вызывает надежду, то, что поменялось руководство, и профессора стали возвращаться, все. Но в целом, если говорить, я вот не могу согласиться с вами, то, что вот ситуация пока не в пользу Иркутска и нашего региона говорит по поводу студентов. Нет, я не говорю, что у нас все хорошо там и гладко, да, но, тем не менее, те процессы, которые у нас проходили, объединение вузов, они не были нашим изобретением. Это была политика федерального центра. Нет, пытались и отстаивали, и тот же пединститут, они очень долго с этим не могли смириться. Я сейчас предлагаю все-таки услышать позицию, как со стороны Михаила Викторовича Щапова. Вот как на федеральном уровне, вот что с нашей вышкой, какие вообще мысли по этому поводу, или нужно ли ее срочно спасать? Эта вот реформа высшего образования, которая сейчас идет, она очень негативно сказалась, на нашем регионе она негативно сказалась. Некоторые регионы от этого выиграли, ну, а наш регион, я считаю, что проиграл это, вот, как уже прозвучало, связанное с укропнением вузов, то, что у нас исчезли некоторые вузы путем присоединения, то, что у нас сократилось количество филиалов, то есть у нас были хорошие филиалы по региону в крупных городах, они сейчас практически все исчезли. Да, взамен должны были появиться опорные федеральные вузы. Совершенно верно. Но с этим тоже есть проблема, есть у нас проблема. Я думаю, что, конечно, совместными усилиями, и с усилиями депутатов Госдумы, и нашей региональной власти, мы все-таки должны прийти к тому, что у нас должен быть несколько своих крупных вузов, которые будут конкурентоспособны, как минимум на территории России, а лучше, чтобы они на международном уровне были конкурентоспособны. Потому что, конечно, это принципиально важный момент для удержания вот этой же молодежи и вообще для положительной миграции. Михаил Викторович, все-таки это должно быть, мне кажется, не путем объединения вузов, которые есть, а все-таки создания некой отдельной структуры, чтобы вузы классические, которые были, они оставались в том виде, в каком они есть. В идеале, конечно, чем больше хорошего образования, тем лучше. И у Иркутской области здесь был очень хороший задел стартовый. Ну вот мы с вами зависим от федеральной политики, от тех федеральных правил, которые есть. И здесь, безусловно, нам выбирать особо не приходится. Но даже в рамках вот этих плохих условий мы должны выбрать лучшее, что ли, выбрать максимально все зазоры, которые нам позволяют, та политика, которая есть. И здесь, безусловно, мне кажется, наш шанс в том, чтобы стать лучшими в каких-то направлениях. И здесь у нас тоже есть в чем поконкурировать с другими регионами. Потому что, конечно, предложить лучшее образование по всем сегментам, ну, это невозможно. И это, наверное, в современных условиях это не очень правильно туда стремиться. Мы можем тогда вообще нигде не стать таким. Потерять уже то, что есть. Да, потерять уже то, что нарабатывали десятилетиями, веками даже. Поэтому, конечно, нам нужно молодым людям представить возможность получить любое образование, какое есть. Но по некоторым направлениям мы должны быть лучше. Для того, чтобы нам со всей страны ехали люди, которые хотят вот в этой профессии добиться максимальных успехов. Тогда это будет магнитом для того, чтобы создавать вокруг себя такую активность и привлекать образованную молодежь, активную молодежь, которая будет создавать здесь центр активности и положительную миграцию. Не так радужна, мне кажется, ситуация, как мы ее хотим себе представить. На самом деле, это проблема комплексная. Это не проблема только высшего образования. Понимаете, когда, во-первых, нужно говорить о системе непрерывного образования. Должна быть профориентация. Должны федеральные образовательные стандарты реализовываться так, как они задуманы, где стержнем является концепция духовно-нравственного воспитания, воспитания патриотизма. И следующий аспект – это можно, конечно, сделать прекрасные вузы, можно вовлечь детей в эти прекрасные вузы, но их основная мотивация – это рынок труда, где они дальше смогут устроиться. Вот смотрите, мы каждую проблему почему-то пытаемся рассмотреть отдельно, обособлено одно от другой, а нужно смотреть на это комплексно. Вот моя точка зрения – комплексная. Потому что экономика диверсифицируется, а высшее образование, ну, никак на высшем образовании это не отражается. Может быть, я не так погружена в это, но так как с муниципального уровня о власти я это прекрасно видела. То есть сегодня нужно обязательно увязывать рынок труда и высшее образование. В этом комплексность. И пока мы детям нашим не дадим перспективу их дальнейшего развития, то будет сложно их вовлекать в эту систему. И я очень согласна абсолютно с Михаилом Викторовичем о том, что нужно создавать условия для притока талантливой молодежи на нашу территорию. Мы не сможем запретить детям уезжать из Иркутска. Это выбор человека. Он либо тот, либо другой. Насколько мы вот это их убедили, настолько мы их погрузили вот в эту атмосферу нашего края. Вот говорили же сейчас в интервью ребята некоторые, что я здесь проживу эту жизнь. И это ключевой мотив. Понимаете? Но чтобы он прожил эту жизнь успешно, нужно, чтобы у него было место применения его профессиональных навыков. И ребята должны работать там, где они, по поводу чего они получили образование. И здесь, если мы не увяжем, вот сегодня в Иркутской области создается вот этот, я так понимаю, координационный совет. Мы читаем это очень правильно. Это во всей стране это сейчас происходит. Это очень правильно. Вот в этот координационный совет должен войти обязательно представители реального рынка, реальной экономики. Пока мы это не... И общего образования тоже. То есть непрерывное образование, плюс увязка с рынком труда. Если мы это не сделаем, то мы опять будем развивать отдельно среднее, отдельно высшее образование. Важно мотивировать, чтобы действительно оставались... Вот Любовь, она правильно сказала по поводу патриотического воспитания. Я немножко хотел бы, скажем так, немножко расширить. То, что у нас действительно молодые люди, которые вот заканчивают, допустим, школу, они привязки к своей территории, они практически не имеют. Вот я реализую сейчас большой проект «Земля, дарующая гордость». То есть силами школьников мы собираем информацию о людях, которых вроде бы знает весь мир, но они так или иначе связаны с нашим регионом. И столкнулся с тем, что фамилии, которые включаем в книгу, даже старшее поколение педагогов в школах, куда приходим, они просто не знают этих имен. То есть мы реально, у нас молодежь теряет привязку к... Чем гордиться? А земля действительно... Да, вот это тоже есть такой момент. Я согласен, что это очень правильно. Это очень правильно то, что вы говорите, что нужно, чтобы дети знали и о людях, которые с этой территории вышли, и в том числе о территории. Потому что у нас на самом деле очень много вещей, о которых молодежь мало знает. Территория большая еще к тому же. Да, территория большая, да. Но мне кажется, что... Ну и на самом деле патриотов среди молодежи много. Я на самом деле... Ну вот и прозвучал в интервью сейчас, да, вот в этом уличном. И я знаю много людей, в том числе молодых, которые хотят жить здесь, потому что вот хотят именно жить здесь. Потому что здесь Байкал, потому что здесь им нравятся климатические условия, потому что им нравится атмосфера города, в котором они живут. Причем не обязательно Иркутск. Не знаю, жить в Мисаянске, которым нравится очень сильно Саянск. Или Ангарск. Я вот... Я жила в Саянске. Я от Саянска, и я могу сказать, что это прекрасно было. Классно было, да? Мне тоже нравится. Но мне кажется, очень важно нам еще... Ну, чтобы не только вот эта патриотическая основа была мотивом, но и качество жизни в регионе. Чтобы человек был уверен в завтрашнем дне, в дне живя здесь. Чтобы он был уверен в том, что он, если заболеет, или его близкие заболеют, что он мог именно здесь получить качественную медицинскую услугу. Что он закончит учебу, получит рабочее... Что он здесь получит хорошее, отличное образование, лучшее в России. Что он после этого строится на достойную работу и будет получать достойную зарплату. Что по дорогам он будет ездить по-хорошему. Что мусора, мусора при этом, глядя налево и направо, он не увидит. Вот эти вот вещи, которые, безусловно, должна сделать власть, для того, чтобы жизнь именно в регионе, она была не хуже. А у нас есть все основания для того, чтобы даже лучше, чем в других регионах. Потому что по потенциалу, конечно, мы очень сильно отличаемся от среднего по России. У нас огромный потенциал, и мы можем жить достойнее. Практически все ресурсы имеем. Да, это точно. Уважаемые гости, я хочу немножко в другую тему теперь среднепрофессионального образования обратиться. И вот, знаете, тут такая, может быть, палка о двух концах покажется, что вроде сначала мы сейчас обсуждали высшее образование и говорили, как правильно все нужно. А вот еще вот такой вот у меня, сейчас я задам вам всем один и тот же вопрос. Вы не думаете, что вот за вот этим вот действием сохранить вышку, отстоять и продвинуть, и перспективы в нее все вложить, что мы забываем про среднеспециальное образование и про эти специальности? Дело в том, что изначально, скажем так, престиж рабочих профессий был, его уронили. Среднепрофессиональное образование забыли, действительно, перекос пошел больше. Сейчас у нас ситуация, мне кажется, ну, немножко вроде бы стабилизируется, но необходимо, вот я соглашусь с Михаилом Викторовичем, определенные усилия, потому что, и вот правильно говорили по скайпу, то, что у нас профилитационной работы как таковой и нету сейчас. Школьники, они не знают, зачем идти получать там сегодня рабочую профессию, куда проще пойти, там, не знаю, адвокатом, бухгалтером, менеджером, еще кем-то. Вот я в школе работал, такие вещи слышишь от детей. То есть, среднепрофессиональное образование у нас в худшем состоянии, нежели высшее. А вышка вот не перенасыщена у нас, вот ваше мнение? Ну, я считаю, на самом деле, в нормально функционирующем государстве должен быть сегмент, безусловно, и среднеспециального образования, действительно развитый, имеющий прямые, там, экономические, производственные связи с теми предприятиями, где потом должен работать этот специалист, токарь, например, фрезеровщик, там, или еще что-то. Даже если мы сейчас возродим вот так вот быстро среднеспециальное образование, ну, куда пойдут наши выпускники? Ну, незадолго до передачи с Юрием как раз беседовали о том, что, да, у нас город, он сейчас и в прямом, и в переносном смысле, да, город трудовой славы, да, вот, который нам присвоили 2 июля 2020 года президентским указом, но, действительно, куда подевалась, да, трудовая, да, слава, которая, действительно, была основана на больших производственных мощностях, там, на экономике серьезной, на развитом сельском хозяйстве, Самое главное, какая промышленность была, у нас сегодня в Иркутске взять тот же завод, эталон, у нас эталонные образцы хранились всего Советского Союза, завод карданных валов, делали карданы для всего Советского Союза, где, там торговый центр, там торговый центр, мощности выкинули, заводов нет, зато город трудовой доблести. Ну, и, действительно, может быть, некий крен, перенасыщенности, вот этим высшим образованием, он, как-то, действительно, проявился, да, то есть, вот, но, на самом деле, сейчас идет нормальный, мне кажется, такой эволюционный процесс, когда негосударственные вузы, уже практически, прекратили свое существование, то есть, у нас есть несколько, два, по-моему, осталось негосударственных вуза, в Иркутской области, но в то же время, тут надо смотреть, зачем каждый человек идет получать высшее образование, я вот считаю, что высшее образование все равно идет получать достаточно избранная категория, которая желает удовлетворить свои какие-то духовные, интеллектуальные потребности, а не просто получить диплом там, да, поэтому, я не сторонник того, чтобы, действительно, какими-то жесткими мерами сейчас взять, действительно, оптимизировать все вузы в один, создать там большой какой-то университет в Иркутске, но действительно, Михаил Викторович правильно сказал, это время было упущено, это нужно было делать вот в году в 12-м, в 13-м, в 14-м, а может быть даже и ранее, но, к сожалению, вот мы упустили этот момент, федеральный университет у нас не был создан, и в программу опорных вузов мы тоже не попали, то есть, мы стояли там одной ногой, там выполняя там 5 из 7 вот этих показателей, эффективности, но в итоге федеральная власть, видимо, сама притормозила сейчас этот процесс, и, ну, мы пока, по крайней мере, Иркутский госуниверситет, как и другие вузы сейчас региона, в рамках прочих вузов, то есть, финансируемся, видимо, все-таки по остаточному какому-то принципу. Качественных кадров действительно есть, вот сегодня звучало уже, что должна быть экономика привязана к образованию, действительно, а вот в Советском Союзе же так и было, ну, а потом мы, вот, к сожалению, вот эту связь здесь действительно потеряли. Сейчас она восстанавливается, ну, объективно, причем это не всегда идет со стороны государства инициатива, а в основном со стороны крупного бизнеса, когда крупный бизнес вынужден заниматься уже образованием, и средним образованием, и высшим образованием, чтобы получить кадры, которые ему на самом деле нужны для развития, потому что сейчас он их получить уже не всегда может. И вот если говорить о среднем образовании, то, условно, есть положительный тренд, и мы от многих регионов сейчас слышим запрос о том, что давайте у нас в районном центре, сделаем техникум, потому что у нас много рабочих специальностей, вот, как какой-то, какой-то отрасли, допустим, есть у нас районы, где, допустим, тот же Тайшет, где очень много железнодорожных специальностей, почему бы там не сделать действительно технику, которая будет учить людей на эти специальности? Или есть территория, где сельское хозяйство очень сильно развито, и там есть необходимость... Или добыча газа, допустим, тоже. Добыча газа на территории. Добыча газа... Дефт и газ, они, как правило, поддерживают как раз связи с теми учебными заведениями, которые готовятся. Лесные у нас есть районы. Ну, то есть по направлению, действительно, точечно так. И причем, когда сейчас такой запрос есть, мы начинаем разбираться, оказывается, что в советское время там были, или техникум, или по ЦПТУ. И специалисты готовились. Ну, и, к сожалению, сейчас это было утеряно, сейчас восстанавливается. Действительно, такой положительный процесс положения. Ну, то есть динамика положительная есть, и мы можем... Надеяться. ...об этом говорить, да, и надеяться. Хорошо, уважаемые гости, я сейчас предлагаю нам постепенно перейти больше уже в сторону школьного образования, и поэтому мы с одним из наших гостей, с Игорем Викторовичем Чапыгиным, прощаемся. Я благодарю вас за беседу и за ваше мнение. В этом году, конечно, не просто пришлось выпускникам школ после дистанционного образования им пришлось сдавать ЕГЭ, и сейчас я предлагаю посмотреть небольшой подготовленный нашим корреспондентам сюжет о результатах, собственно, единого госэкзамена. Смотрим, а потом обсуждаем. ЕГЭ-2020 сдали. В этом году из-за пандемии экзамен проходил в необычных условиях. Маски, перчатки, социальная дистанция. Впервые на месяц перенесли сроки сдачи. Плюс выпускники учились и готовились дистанционно. Но, несмотря ни на что, с экзаменами справились хорошо. В Иркутской области 90% преодолели минимальный порог. В этом году в Приангарье экзамен сдавали 12,5 тысяч человек. Полторы тысячи отказались от сдачи. Аттестаты из-за COVID-19 выдали всем, кто закончил школу. А единый государственный экзамен нужен только для поступления в ВУЗ. Те, кто в университет решил не идти, не стали портить статистику. И она лучше, чем в прошлом году. 56 стобальных результатов. Для сравнения, в 2019-м таких было 51. Сегодня лучше всего выпускники знают русский язык. Его на 100 баллов сдали 32 человека. Есть и уникальные случаи. В Ангарске ученик сдал на 100 сразу два предмета – математику и информатику. Нарушений в этом году немного. Всего 13 человек в области были удалены с экзаменов. Один из них в Устилимске, где сдавать математику за 32-летнего мужчину, пришел его родственник. В эфире «Область правды». Сейчас обсудим все, что увидели. А для начала я представлю, к нам присоединилась Валентина Долгова. Здравствуйте. Сейчас мы посмотрим вашу короткую визитку и начнем обсуждение. Валентина Долгова – мать восьмерых детей. Считает, что уровень образования ухудшился. Ее дети получают пятерки, хотя за те же задания она в свое время получила бы только тройку. Ну что ж, начинаем обсуждение. Вот такое вот интересное у нас представление гостей было, Валентина Васильевна. Это вот действительно ваша фраза? Вы так считаете? Это действительно моя фраза, что за то, что когда-то мы получали тройки, сейчас дети получают пятерки. Сейчас вам с детьми, у вас восемь детей, сколько из них сейчас школьник? Школьника только два. Два. Вот, последний готовится в первый класс. Ну вот сейчас вам пришлось вот дистанционное образование освоить с ними. Вот какие успехи вообще? Какое мнение у вас сложилось? Плюсы дистанционного образования, то, что у вас освобождается время для того, чтобы заниматься чем-то другим, хобби своим, или возможно овладеть какой-то навыком своих профессий и так далее. следующий плюс – это то, что они не делали домашнее задание, то есть сразу и классное, и домашнее задание можно было делать в одно и то же время. Вот. Минусы. Ну, скорее всего, минус – это именно наших школ, потому что я знаю, что в некоторых школах онлайн-обучение было, и учитель преподавал уроки детям, но у нас этого не было. мы сами находили какие-то уроки, вот, платформы, на которых можно было бы заниматься, и уже сами это осваивали, поэтому минус. У меня, получается, один ребенок, он переходил в пятый класс, переходит, второй ребенок, девятый класс, вот сейчас у него будет. И, конечно же, сложно было химия, физика, вот, геометрия. Ну, вы знаете, вот у меня тоже ДУ сейчас закончила второй класс, мы хоть не живем вместе, но я просто знаю, там недовольны вот этой системой, потому что я приходил, однажды наблюдал урок, так называемый, как проходит урок по, если не ошибаюсь, русскому языку. Ну, вы знаете, это сложно называть уроком, когда из всего класса там человек 10 максимум подключилось в этом зуме, там галдеж, там визги, там еще что-то, это уроком не назовешь. Учитель там что-то пытается перекричать, и вот много читал и с коллегами беседовал по этому поводу, что, да, вот вы правильно сказали, старшие классы еще, может быть, можно как-то о какой-то дисциплине говорить, но уже ниже, там, шестой, пятый класс, особенно, ну, какая началка может быть дистанционной уроки? Валентина Васильевна, а вот я понимаю, конечно, что мы говорим сейчас про иркутские школы, и тем не менее, в инфраструктуре школьной вас все устраивает? То есть, вот там все есть, там в классах, не знаю, вот все хорошо, либо вот есть какие-то, может быть, минусы? Не все устраивает. Хотелось бы, чтобы более консультативные были школы, так скажем, если ребенок не понимает то, что узнал на уроке, то он мог бы получить еще консультацию дополнительного учителя. Обычно учителя, говорят, преподали, и дальше уже сами. Я сейчас вот хочу все-таки нашу беседу немножко повернуть в тему инфраструктуры школьной. Все-таки, если мы говорим про Иркутск, то, ну, школы, есть уже и новые школы, а если и старые, то они отремонтированы, и капитально отремонтированы, то, в принципе, они, на них грех, наверное, жаловаться. Но у нас есть и деревни, и села, где, ну, вот, пресловута, когда мы говорили, что там и школьных туалетов теплых нету, например. Вот с этим у вас какое мнение? Я хочу здесь такой акцент сделать, очень важный, с моей точки зрения, что инфраструктура, это и есть среда, а среда имеет очень большое значение в самом образовании. Среда работает на образовании. То есть, если мы, так скажем, говорим об одном, а ребенок, выйдя из стен школы, там, или из стен класса, видит другое, то одно с другим не совмещается. То есть, нужно обязательно инфраструктуру выстраивать так, чтобы это соответствовало современному миру. сегодня дети благодаря сети информационной видят, как живут в мире, какие школы, в том числе, кому это интересно, как строится образование. И очень важно сегодня в Иркутской области сделать так, чтобы вот эти вещи, которые нас сильно отбрасывают назад, это история с теми же туалетами, туалетами уличными, история с отсутствием спортивных залов современных, история с отсутствием пищеблоков в школах, она очень нас очень отбрасывает назад. Я, ну, справедливости ради, я хочу сказать, что за последние годы очень много сделано в этом направлении, и пищеблоки были отремонтированы за счет региональных средств, и тем не менее, проблем остается очень и очень много. Должны быть условия, условия достойные 21 века, то есть те, которые не могут сегодня не быть просто. Поэтому те деньги, которые сегодня выделяются на сферу образования, их достаточно много. Может быть, я бы сейчас сказала, так скажем, с учетом своего опыта, что эти деньги, деньги, может, нужно тратить более рационально, более целевой их направлять, решать решать проблемы точечно, точечно, то есть нельзя решить сразу все проблемы, но нужно иметь какую-то стратегию, то есть может быть, разбить ее по годам, по проблемам и точечно решать эти проблемы. Более того, мы пережили время модернизации российского образования, сегодня это был определенный период. За время модернизации, к сожалению, мало что изменилось сегодня в школах. Во-первых, не все школы были оснащены оборудованием, а если уж мы говорим, что мы электронное образование, допустим, практикуем, то нужно оснастить школы, нужно подготовить учителей качественно. И это все среда. Она имеет очень большую роль сегодня. Любовь Афанасьевна, спасибо, поняла вас. Михаил Викторович, ну вот действительно, согласны вы с этим? Такое же у вас мнение, что все-таки нужно вот эту среду создавать, чтобы школьники... Понятно, что, конечно, надо, наверное, из детского сада начинать, ну по-хорошему, и мы еще к теме детского сада тоже перейдем. Ну вот все-таки в школьном, в развитии, наверное, школьного образования, вот всецелом таком, какая сегодня стратегия вообще? Есть ли она? Безусловно, конечно, очень сильно среда влияет на то, как на становление человека. Но, к сожалению, когда мы говорим о реалиях, то есть мы говорим даже не о красивых стенах, а действительно о теплых туалетах и о горячем питании. Потому что это действительно есть проблема. и это наша боль, наш стыд, что до сих пор у нас в Рокусской области остаются такие школы, где нет теплых туалетов. Действительно, ситуация сильно лучше, чем она была несколько лет назад. Этой проблемой, ну вот, эта проблема решается, она видится, она из федерального уровня видится, и на нашем-то уровне она, мы, власти, конечно, ее осознавали, видели, и она не решается не потому, что не хотят власти, а потому, что действительно это очень огромные затраты, и они постепенно выделяются, и проблема решается. Горяче питание огромная проблема, но, к сожалению, несмотря на то, что была программа и было финансирование, ну, из-за каких-то проблем, видимо, из-за того, что бюджеты сейчас выдержаны секвестироваться из-за дефицита, в этом году у нас больше 100 тысяч школьников все-таки будут без горячего питания. Это, конечно, на мой взгляд, это неправильно, неправильно и недопустимо. Ну, а в дальнейшем, безусловно, когда мы решим вот эти насущные проблемы, нам нужно заниматься вот именно потом дальше уже и стенами, и красотой, и инфраструктурой учебного процесса, которая, безусловно, должна быть. И есть понимание, есть меры, которые нужно прямо сейчас предпринять, в том числе увеличение нормирования на учебный процесс, который у нас очень низкий в Иркутской области, другие тоже меры. Конечно, этим надо заниматься. В детском саду ситуация лучше? Ну, то есть, все устраивает, опять же, есть воспитатели, занимаются с детьми? Нет, не устраивает, потому что на этот год я взяла ребенка с детского садика, забрала для того, чтобы подготовить его к школе, потому что не устраивает. То есть, там они занимаются, не занимались с детьми конкретно? Или вот в чем была проблема? Я бы не сказала, что занимаются. Вроде бы, уроки у них есть, и они какие-то листочки приносят с рисуночками, но учить, считать, писать пришлось и нам самим. Юрий, ну, это действительно должны в детском саду делать? Ну, частично, да, потому что вот ребенок, приходя в школу, должен быть готов, потому что если нету каких-то базовых навыков, которые должны давать в детском садике, ребенку потом тяжелее адаптироваться, и, скажем так, дисбаланс вот этот, он дальше будет все больше нарастать. То есть, сложно будет. А вообще, на ваш взгляд, вот еще в чем должно быть в детском саду внимание уделено? Ну, вот именно с маленькими детьми, что? Вы знаете, мне кажется, вот та проблема, которую часто слышишь, это большие группы, во-первых, с чем часто сталкиваются, да, нехватка мест. Опять же, скажу на примере себя, если бы не то, что я работал в системе образования, по месту жительства мы бы не попали в детский садик вообще. То есть, вот проблема это есть. Михаил Викторович, ну, это вот тоже действительно большая такая, большой пласт проблем, вот этот дефицит мест в детских садах, когда-то у нас, мне кажется, их было, ну, вот если по области или в целом просто по Иркутску смотреть, очень много. Вот сегодня какая ситуация в этой сфере? Ну, сейчас, насколько я знаю, дефицита практически нет. Несколько лет назад еще действительно такая проблема была. Ну, вот да, я помню, что было прям... Сейчас нет, с зашкольным образованием ситуация, именно с наличием свободных мест, она близка. то есть, слава Богу, есть отдельные территории, где эта проблема есть, но в целом по области. Ну, то есть, мы можем говорить, что вот это вот уже все, мы решили, слава Богу, теперь мы вот к тем вопросам, которые мы до этого обсуждали, теперь вот на эти все-таки темы внимания надо уделять. Хорошо. Любовь Афанасьевна у нас еще есть. Любовь Афанасьевна. Это школьное образование на самом деле это важнейшая сфера образования и, собственно, то, что мы ребенку даем в этот период, вот это, собственно, дальше просто развивается. Ничего другого сформировать очень сложно в дальнейшем. Поэтому то, о чем мы сегодня говорим, какой должен быть детский сад, готовить ли он должен к школе, читающий ребенок, совсем нет. Сегодня федеральные образовательные стандарты, они как раз нацелены, выстроены так, что в дошкольном возрасте должны быть развиты основные компетенции, чтобы человек мог в дальнейшем их использовать для того, чтобы научиться и считать, и писать, и читать. То есть, вот развивающее дошкольное образование это как раз про дошкольное образование Иркутской области. Я вот тоже абсолютно компетентно могу об этом заявить, что дошкольному образованию здесь выделяется очень большая роль, и дошкольники идет вот несколько лет подряд, в Иркутской области проходят стажировки на разных площадках муниципальных, на разных. И мы каждый раз видим, насколько сегодня воспитатели, так скажем, развивают свою профессиональную вот эту компетенцию по индивидуализации образования дошкольного, по внедрению новых форм, новых технологий в систему дошкольного образования. Ведь детский сад это не присмотр, это не только присмотр, это большой пласт содержания образования. Поэтому хочу вот просто пользуясь случаем еще раз сказать огромное спасибо дошкольникам за то, что они так самоотверженно сегодня трудятся, а они осваивают эти стандарты, осваивают интенсивно. Хотя нужно сказать, что в России стандарты дошкольного образования с наибольшим трудом внедряются, чем в любых других сферах, потому что, ну, привыкли стереотипно относиться как к присмотру и уходу к дошкольному образованию, хотя здесь огромный пласт образования. Любовь Анатьевна, спасибо огромное. Ну что ж, уважаемые гости, наша программа подходит к концу. Я сейчас предлагаю несколько слов каждому, чтобы, ну, вот как-то подвести итог нашей беседе, о чем мы говорили и, может быть, на что нужно внимание все-таки обратить вот на ваш взгляд. Юрий, давайте начнем с вас. Ну, если подвести такой некий... Ну, совсем короткий, я не попрошу. Да, краткий итог, то я бы все-таки вернулся к тому, о чем говорили, что дистанционная форма образования, дистанционное обучение хорошо, как, скорее всего, дополнительная какая-то мера, но не подходит как основной инструмент получения образования у нас в стране. Валентина Васильевна, есть у вас какие-то пожелания к тому, что, вот, допустим, вашим сейчас школьникам, что должно помочь, например, и чтобы они потом дальше пошли во взрослую жизнь, поступили в ВУЗ, например, что для этого нужно? Ну, во-первых, дистанционная вот этот вот период, который был, меня надвигла мысль о том, что я хочу детей учить в семейном образовании, что это хорошо и правильно, вот. пожелания у меня все, уж если говорить вот о дошкольном образовании, вот сейчас хоть и сказали, что очень много и средств, и сил, да, на него уходит, тем не менее, у меня все мои знакомые, и я тоже, я учила ребенка и учу в школах раннего развития, вот, так что, может быть, у нас и есть, конечно, садики, которые выделяются, но большинство все-таки, оно очевидно, не знает об этом, о том, что у нас такое вот продвинутое дошкольное образование, вот, хотелось бы, чтобы практика, теория и то, что говорят, соответствовало истине. В действительности. Спасибо, Валентина Васильевна. Ну, и Михаил Викторович, я предлагаю вам завершить вот все, что мы обсудили, подвести итог, обозначить вот основные, наверное, точки, на которые нужно нам сориентироваться и сконцентрироваться, и вот, чтобы все вместе помочь, в том числе, и области. Ну, о проблемах мы уже поговорили, но я бы, может быть, сейчас вот, если вы говорите коротко, я бы два слова сказал о том, что, почему это важно, да, потому что, конечно, когда мы говорим о образовании, мы говорим о будущем, что вот то, что сейчас мы заложим в наших детей, то, как они учатся, как они воспитаются, это определит тот мир, в котором будем мы все завтра жить. Ну, а то, что касается конкретной семьи, конкретных людей, то, конечно, когда мы говорим о образовании, мы говорим не, это не задача, не вопрос молодого человека, Это то, что волнует и его родителей, и бабушек, и дедушек. Поэтому, конечно, вот эта сфера чувствительная для всех. И здесь, безусловно, нам нужно все вместе решать те вопросы и те задачи, которые в этой сфере есть. Ну что ж, а это была «Область с правдой». До встречи в эфире. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok